Зато регулярно повторяется ситуация с прорывом канализации на улице Тельмана в Иркутске. Порой местным жителям даже не верится, что на дворе 21 век, век высоких технологий и научного прогресса. На улице Тельмана люди, о них ничего не слышали, зато ощущают неприятный запах нечистот. В мире средневековых ароматов побывала сегодня наша съемочная группа. Лопата единственный способ для Дениса Воронкова и его семьи пройти к собственному дому на улице Тельмана в Иркутске. Чита бежала от паводка, произошедшего в Тулуне. Однако и в Иркутске на новом месте они вновь попали в зону затопления. Правда, на этот раз причина бедствия не разгул стихии, а прорыв канализационной трубы. Все нечистоты хлынули в подвал дома и на приусадебный участок. И это уже не первый подобный случай. Прогнившие коммуникации регулярно доставляют неудобства местным жителям, не спасают даже ремонтные работы. Прошло где-то недели две. После 11 числа, как первый прорыв произошел, вот этот прорыв уже две недели прошел. Периодичность, первый, второй, они где-то в течение двух дней, трех. Третий прорыв еще также где-то периодичность. Последний прорыв они только заварили, засыпали и сразу же, через час он прорвало все. Местные опасаются, что в любой момент труба, которая проходит рядом с домами, вновь прохудится и новый поток фекалий хлынет в частный сектор. Переживают жители также и по поводу ямы, которые, видимо, на новый случай коммунальной аварии, пока не торопятся засыпать. Кстати, она находится прямо под окнами семьи Воронковых. У меня, получается, разрыта эта канава постоянно. У меня трое ребятишек, они ходят в школу. Но сейчас вот пока каникулы еще, как бы еще дома сидят, никуда на улицу не выходят, потому что здесь где? Здесь гулять невозможно нигде выходить. В школу я тоже не знаю, как мы будем их выводить. Придется на руках их выносить, потому что по этой грязи нету грязь всю принесут в школу. Даже проехать теперь по этому участку улицы довольно сложно, не говоря о том, чтобы пройти по нему. Дело в том, что машины растащили вот эту вот кашу, грязь по всей улице. И меня прям засасывает. Ну и запах здесь, естественно, соответствующий канализации, одним словом. В водоканале, который отвечает за состояние этой злополучной канализации, о ситуации знают. На случай новых аварий уже завезли трубы для замены старых коммуникаций. Пока мы снимали сюжет, приехала и спецтехника. У нас действительно было зафиксировано несколько повреждений на напорном трубопроводе от КНС-19. Поэтому было принято решение выполнить перекладку участков сетей. Предприятие провел все необходимые процедуры. Определена подрядная организация, уже приступила к работам. Ориентировочно срок окончания работ 1 декабря до декабря. Все работы находятся под контролем, поэтому работы будут выполнены. Успеют ли переложить новую канализацию к указанному сроку, покажет только время. А вот работы по благоустройству перекопанной территории начнутся уже в теплое время года. Поэтому сковать грязь на улице Тельмана пока сможет только мороз. Иван Санько, Виктор Черкашин. Новости по будням.